Подавись этим говном, я тебя вскрою сейчас. Давай. До дна, мать твою, до дна, давай. Ну что, как вы там? Соскучились уже по шизе? Я вот тоже соскучился и решил, что не буду затягивать с прохождением новой игры Rusty Lake. И что самое шизовое в нашем прохождении, эта игра по факту является первой в серии Rusty Lake, и мы ее проходим, конечно же, последней. Шизопрохождение, что сказать? И прежде чем мы начнем, я должен сказать огромное спасибо тем людям, которые поддерживают мои прохождения, ставят лайки, оставляют комментарии. Ребят, серьезно, если бы не вы, я бы, возможно, даже не стал проходить эту потрясающую и безумную серию игр. И поехали. Эта игрушечка у нас называется Отель Rusty Lake, то есть отель на ржавом озере. Вот так вот выглядит этот отель. Мы его уже неоднократно видели в прошлых играх, и, наконец, мы узнаем, что же это за отель такой, какие секреты он в себе таит. Добрый вечер. Позвольте представиться. Давай, представляйте. Меня зовут мистер Сова. Я владею отелем Rusty Lake. Смотрите, гости прибывают. У каждого из них свои причины бытут, а у меня свои причины принимать им. Убедитесь, что каждый из них умрет не за просто так. Уверен, это будет прекрасная неделя. Сотворим же воспоминания. Фойе. Первый уровень, судя по всему. И походу мы узнаем тайну этих сраных оккультистов. Посмотрите, это мистер Ворон. Я его уже столько раз видел. Мистер Ворон. Точнее, это даже мистер Ворона по какой-то причине, а не Ворон. Поприветствуйте гостей в нашем отеле. Обслужите их с местным равнодушием. Хорошо. Это что за коктейли такие? Коктейли из креветок? И, зная, Rusty Lake, это коктейли из крови какой-нибудь бедной свинки. Боже мой. Что я видел? Ну, ладно. Так, у нас здесь есть телефончик, который пока что не работает. Видимо, я должен раздать коктейли из креветок кому-то. Что еще здесь есть интересного? И, блин, так необычно. Вроде игра одна и та же, но как-то все это по-другому ощущается. Вот что-то не так. Вот как будто игровой движок другой, не знаю. Э, мистер Жаба, привет. Я слышал, гости приехали. На завтра принесите мне свежие ингредиенты. Ага, я тебя понял. Рецепты есть в меню. Ух ты, боже мой. Рецепты. Стейки из оленины с грибами и розмарином. Ребра дикого кабана в красном вине и с помидорами. О, это все я должен собирать. И это все на первом уровне. Мистер Жаба, да вы что, рофлите что ли? Это как-то слишком муторно для первого уровня. Обратно выходим в фойе. И кому мне нужно дать коктейли? Может быть, мистеру Жабику? А, здесь много комнат. Стоп. Сколько здесь комнат? Вы что, с ума сошли? Это первый уровень или это сразу несколько уровней, которые объединены в один огромный уровень? Ладно. Скоро узнаем. Поехали. Стоп. У тебя тут сзади какие-то хреновины есть. Может, сюда можно повесить коктейли из креветок? Нет? Здесь, возможно, будут ключи в будущем. С этим мы еще разберемся. Вот это у нас мистер Сова, владелец отеля. Солидный такой филин, так сказать. Это что такое? Это какой-то ребус. Мы сюда должны вставить определенные ключи. Но с этим все понятно. Вам нельзя посещать комнаты днем. Так мы будем еще и комнаты посещать. Ох, как интересно. А это у нас... Кто это? Это лемур какой-то всратый? Вы просто посмотрите на его лицо. Ощущение, что он прошел и ран. В следующей комнате у нас сидит мистер Кабан. Это голоден, он нам говорит. Это голоден, да? Держи тебе коктейль из креветок. Он рыгнул мне в лицо. Очень приятно. У нас, в общем, запах очень солидный отель. Так, у нее уже есть, кстати говоря, напиток. Это мисс Павлин. Вы готовы к моей фотосессии? Да, я готов. Хотите, я вам дам креветку? А, нет, вы не хотите креветку? А, нет, хотите креветку. Пахнет рыбой. А вы любите рыбу, мисс Павлин? Я вот не знаю, что едят павлины. Надеюсь, что креветок они едят. Иначе будет неловко. И олень. Вот тебя я видел еще чаще, чем всех остальных. Он говорит, принесите мне кровавую Мэри. Прости, кровавой Мэри у нас нет. У нас есть мертвая креветка. В собственном соку. Держи. Спасибо, но я больше не мясоед. Ну, ладно, хорошо. Хотя, олени могут быть мясоедами. Не знаю, неважно. Идем в следующую комнату. Здесь мы всех угостили. О, тебя мы еще не угощали, мистер Кролик. Вы верите в магию? Заходите ко мне сегодня вечером. Эм, звучит как-то так себе. Я бы не хотел, мистер Кролик. Окунаться в твою, так сказать, глубокую кроличью нору. Нет, спасибо. Держи коктейль. И встретимся как-нибудь в другой раз. Это мисс Голубь? А, мисс Голубика? Голубка? Боже мой, Фокс К, нахрен Голубик, а? Совсем с ума сошел. И какой голос должен быть у миссис Голубики? Я хочу ее называть так. Мне плевать, что ее зовут миссис Голубка, мисс Голубь. Я буду называть ее мисс Голубика. И держи коктейль, во-первых. И она говорит, я не ем розовую пищу, да еще и с глазами. Да, че вы такие привередливые? Ты, блин, Голубь! Я видел, как... Как Голуби камни едят, а ты докапываешься до сраной креветки! Да пошла ты! Все, сваливаем отсюда. А, нет, не сваливаем, это че такое? I have to prepare the dinner first. Нам нужно сначала приготовить обед. Хорошо. Выходим обратно в фойе, но я всем раздал коктейли. Ты доволен? Поприветствуйте гостей и обслужите их. Готово, все. Хм, непонятно. Может быть, я все-таки реально должен что-то приготовить? Я слышал, гости приехали, на завтра принесите мне ингредиенты. Да, блин, рецепты есть в меню. Подождите-ка, может, мне нужно расчленить наших гостей и из них приготовить ингредиенты? Так, сейчас день. Здесь я все еще ничего посетить не могу. Видимо, мне нужно дальше общаться с гостями. Ага, наступает ночь, гости идут в комнату. Интересно. Музыка криповая, но очень атмосферно. Мне так нравится этот Арктик, он, знаете, веет картинами Ван Гога. Нажимаем для продолжения, и теперь мы будем посещать комнаты наших гостей. Вот кто-то нам звонит. Мистер Сава нам звонит. Эй, что эй? Алло, мистер Сава. Гляньте на мой портрет. Хорошо, мистер Сава, сейчас погляжу. Вы подарили мне грибы? Какой добрый владелец отеля. Слушайте, мне уже нравится мистер Сава. Он прикольный. Я уже могу идти в комнаты? Эй, какой-то ты агрессивный. Фу, не буду я с тобой больше общаться. Грибы я потом принесу мистеру Жабу. И посмотрите, чем можно помочь гостям в их номерах. Мне кажется, что нельзя просто шляться по отелю, заходить в номера к гостям и спрашивать. Ну, нужна помощь. Нет, что вы тут делаете? Купаетесь? Да, боже мой, что я вас там не видел? Голуби. Ну, окей, поехали. Куда мы едем? Ну, едем на нулевой этаж. Видимо. Или мы на нулевом? Видимо, мы на нулевом. Тогда поедем на первый этаж. Почему-то на минус первый мы пока что поехать не можем. Нам нужна кнопка. Я выхожу. И тут у нас есть три комнаты. В какую сам пойдешь, в какую друга пошлешь. Ладно, я пойду в левую комнату. Комната номер олень. Ты уверен, что хочешь зайти в комнату мистера оленя? Да, у мистера оленя есть какая-то тайна. Так, что это такое? Опа. Опа, я могу это взять? Нет, я, видимо, туда что-то должен буду посадить. Зато я нашел ключ и лампу. Эээ, мистер Лампа нам не может ничем помочь. Хорошо. Это что такое? Это план отеля? Ооо, смотрите. Здесь такая же печать, как на ключе. Ооо. Возможно, этот ключ пригодится нам на нулевом этаже. Также есть стакан. Коктейль не закончен. И вот, видимо, рецепт Кровавой Мэри. Это у нас кровь, водка. Я хрен знает, что это такое. Табахо. Табаксо. И табаска может быть, я не знаю. И какой-то специальный ингредиент. Также здесь есть голова оленя. Вот это интересная пасхалочка. Я ее, кстати говоря, уже видел. Опа. Я вырастил рога оленю. И вырастил розмарин. Опционально, кстати говоря. У нас грибы и розмарин опциональны. То есть, я мог эти штуки не собирать. Это как дополнительные ингредиенты. Интересно. Стоп. Так нам реально потребуется мясо оленя. Мистер олень. Нас будет ждать интересное развитие событий. Какая интересная пасхалочка. Это у нас что? Это у нас водка. Принесите мне Кровавую Мэри. Ну, хорошо. Я тебя принесу, Кровавую Мэри. О, да боже мой. Опять какие-то ребусы непонятные. Еще есть окна. Опа. Что мы поднимем? Пока что ничего не подняли. Видимо, я что-то должен прицепить к одному концу. В этом окне вообще ничего нет. Окна я открыл. А, тут бабочка. Стоп. Это какая-то ночная бабочка. Она улетела. А вот она она. Почему она улетает? Как мне ее поймать? Эй. Стой. Ладно, хорошо. Потом тебя поймаю. Что дальше у нас здесь есть? А, как раз таки вот здесь не хватает бабочки. Здесь есть пустое ведро. Есть шкафчики. Тоже, судя по всему, пустые. Нет, не пустые. Есть списки. Боже мой, перевод просто невероятно кривой. Это у нас спички. Все понятно. Это что такое? Видимо, я должен что-то сюда налить. Стакан. А я могу его обратно засунуть? Могу. Хорошо. А, видимо, я с помощью этой штуки буду готовить коктейль. Вы не можете уйти, пока не найдете мясо. Мясо оленя. Пока не найдешь, не уйдешь. Ведро вешаю, сплыскаю вниз. И что же будет в ядре, мне интересно. Так. Ведро с водой. Ага. Хорошо. Запомнили. Непонятно нахрена мне спички. Может быть, спички можно заюзать где-нибудь здесь? О, я могу эту штуку раскрутить очень сильно, но ничего не будет. Тогда здесь я больше ничего взять не могу. Да боже мой, сколько у него комнат! Это что, президентский люкс? Так, тут колбочки закрыты, но у меня есть ключ. Открываем. Восемь. Нет! Это десять! Но я должен, видимо, сделать восемь. А, нет, видимо, написали на этой колбочке десять, но в этой колбочке восемь. Запомним. Это какой-то мощнейший бульбулятор. Я тут огонек зажег. Понятно все. Это весы. Ой, интересно. Я должен их уравновесить? Я не понимаю, что я должен сделать. Наверное, все-таки уравновесить. Да? Может быть так? О, уравнов... Нет, не уравновесил. Стоп. А вас ждите-ка. Но они же изначально уравновешены. Все. Задание выполнено. Эм, непонятно, зачем весы. Видимо, они нам пригодятся потом. Это опять у нас отсылка к бабочке, которая летает. Хм. Смотрите, у них определенная последовательность. Нужно запомнить. Колбочка. Нужно в колбочку налить воды. Это все по рецепту, что ли, делать? В рецепте нет точности прям по миллилитрам, и это хреново. Ммм, блин. Но это будет очень-очень сложно. О, кровь! Так, как собрать кровь? О, табаско. Какое нахрен табаско? Это кровь. Кровь носом пошла, и я ее собрал. Ну окей, у меня теперь есть табаско. Предположим. Возможно, я должен налить это табаско вот сюда. Я теперь не могу сюда установить стакан. А почему? А как? Окей. А намешать я эти штуки могу? Видимо, тоже нет. Окей, это все как-то сложно. И, аааа, я понял. Мы должны на основе весов понять цифры. Блин, это будет надолго, если честно. Возвращаемся. Наливаем кровь. Ага, дальше водка. Эй! Куда? Куда? Кровь делась? Что-то я не понял этого. Нет. Нет. А, нет. Все правильно. Видимо, сейчас я должен добавить кровь. Давайте я еще раз соберу кровь. Добавлю теперь кровь. Прямо в водку. Работает? Нет. Воды? Да тоже вроде нет. Блин, сложноватая игра. Вроде самое начало должно быть очень просто, а очень сложно как-то это все. Как собрать тебя? Уродина ты такая, уродливая ты. Существо! Я не могу ее собрать. Окей. Сначала давайте мы поймем насчет цифр. Единица у нас это плюсик. Достал свою любимую бумажку, чтобы записывать. Едем дальше. Четверка это... Это что у нас? Это треугольник и один. Значит, треугольник это три. Логично. Осталось понять, сколько весит вот эта хрень. Ага, смотрите. Я думаю, что она весит примерно пять. Да, она весит пять. Давайте мы теперь с этой информацией попробуем открыть сейф. Это у нас три. Это тоже три. Это пять. А это один. О, открыли! Получили нож! Может быть, ножом тебя чекрыжить, мать твою, стоять! Нет, нож нам не поможет. Ножом мы будем вскрывать потом оленя, судя по всему. Я могу его сейчас вскрыть? Нет? Ааааа! Блин! Ну, я зато получил кровь. Вот где она была. Аааа! Очень мерзкая, как представлю, что он взял и... Ааааа! Фу, гадость. Так, ладно, добавляем сюда кровь. Готово. Кровь, водка, табаско. Вот теперь табаско нужно. Почему соус табаско течет из носа на стене? Так. Все, да в смысле не готово. Что за специальный ингредиент? Это вода? Давайте попробуем воду добавить. Так, вода. Нет, не готова. Черт, может быть это кусок бабочки, которую я не могу поймать? Не понимаю пока что, не понимаю. Может я должен намешать что-то? Вот сюда я могу что-то добавить? Воды, к примеру. А, смотрите, как интересно. Я могу эти штуки поднимать. А, ничего, не понял. Но как бы добро пожаловать в колбочки. А, пять. Я должен намешать там восемь? Не совсем понимаю, как это работает. Это сюда. Будет семь. А мне нужно намешать каким-то хреном восемь. Вот это я сюда выливаю. И получается какая-то жопа, получается, если честно. Ох, ну давайте вот сюда шесть. Там получается даже семь. Вот здесь один. Вот здесь шесть. Вот здесь один. Суммарно пять. Но тут что-то лишнее какое-то. Вот не находите? Что-то лишнее здесь есть. Здесь теперь два. Давайте мы вот это нальем сюда. Ага, получается там пять, там шесть. И это, если честно, как-то сложновато. Все. Так, верну это обратно. Вылью пять. Потом вылью вот это вот-вот сюда. Остается здесь один. Я сюда вылью немножко. Получается... Блин, получается пять. Ну, даже шесть. Ага, здесь все равно остается один. Что-то какой-то абсурд происходит. Я запутался! Помогите мне кто-нибудь. Ну-ка, выливай сюда немножко. Все равно не работает. Дерьмо какое-то, блин. Ладно, потом вернемся. Хотя нет, походу это та вещь, которую мне нужно сделать вот прям, прям сейчас. Потому что бабочку я не знаю, как поймать. Так, я только что куда-то кликнул, что-то нажал и поймал бабочку. По-моему, я для этого использовал этот стакан. Но почему-то у меня получилось поймать бабочку только раза с пятого. Я не знаю, как это работает. Но окей, у нас теперь есть бабочка. Давайте мы повесим ее на стену. И ничего это мне не дало. А, ну я хрена, я это делал. Блин! Ну вот эту вот задачку я до сих пор не выполнил. Да, я и так пытался и сяк. Может на рандом уже переливать. Как я добивался вот здесь двух делений? А ну-ка, смотрите-ка. А, смотрите, два деления. Продолжаем думать. И я из этих сраных банок чуть с ума не сошел. Вы даже не представляете, насколько долго я туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда все это переливал. Может быть, я тупой, но я очень долго это делал. Наверное, минут 30 или 40 я все это туда переливал. У меня все время оказывалось либо в центральной 5, либо в правой 5. И я хрен знает, как я натыкал в левой 8. Я чуть с ума не сошел. Вот серьезно. Это один из самых длинных роликов по Расти Лейку. Так, что это такое? Вода. Что мне с ней делать? Вот сюда ее налить. Хорошо. Вода у нас кипятится. И что я получаю? Давайте в стакан могу что-нибудь набрать. Нет. Так, ну вода кипятится. И что, кого? И что мне с ней дальше делать? Может мне бутыльки забрать? Нет, я не могу забрать бутыльки. Может быть напиточек? Нет, напиток не готов. Здесь я тоже ничего забрать не могу. Может быть тут я что-то еще не сделал? Да нет. Может быть... Что? Что я должен еще сделать здесь? Блин. Может что-то с бабочками я забыл сделать? Да вроде нет. Смотрите, вода кипятится. Спички работают. Ага. Ядро с водой. Что я должен дальше-то делать? Объясните мне. Реально что-то в банке им притащить может быть? Не знаю. Напиток? Нет. Табаско немножко. Давайте попробуем. Набираем табаско. Тащим вот сюда. Нет, не работает. А если я вот сюда табаско вылью? Тоже нет. Может это? Нет. А, стоп! У меня же эта штука пустая. Подождите-ка, у меня фляжка пустая. Попробую вафляжку набрать. Нет, вафляжку не работает. Ведро не работает. Табаско не работает. Спички не работают. Ничего почему-то не работает. Что-то я этого не понял. Бабочка? Что бабочка-то еду? Вот это тоже мне непонятно. Что с бабочками-то происходит? Эмм. Здесь тоже ничего непонятно. Может ты мне подскажешь? Нет, ты не хочешь мне подсказывать? Ну и ладно. Сам как-нибудь разберусь. У меня ведро пустое? Нет, ведро с водой. Отстой. Продолжаем эксперименты. Сюда попробую все вылить. Нет? Может быть вода? О! Вода сработала. Табаско? Табаско не работает. Пустая фляжка не работает. Может быть зажечь огонек? О! Огонек зажгли. Табаско все еще использовать не могу. Но я что-то должен сделать с этой фляжкой. Аммм. Хм-хм-хм-хм. Смотрите, какая мысль у меня есть. Я могу еще немножко тебя избить, а? Могу немножко тебе еще что-нибудь отрезать? Нет? Я думал, может я могу еще немножко набрать кровище? Не могу я кровище набрать, да? И вылить я сюда тоже ничего не могу, к сожалению. Вот это отстой, если честно. Это я уже собирал. Может я вафляжку немного набрать могу? Нет, напиток не готов. И даже стабаско напиток не готов. Отстой. Может быть нам нужно прокликать бабочек вот в такой последовательности? Я себе ее уже выписал на всякий случай. Давайте мы попробуем прокликать бабочек вот в такой последовательности. Это у нас получается вот эта вот бабочка, потом вот это, дважды вот это и еще дважды вот это. О, мы получили какое-то семечко и мы вскрыли бабочку. Что, если честно, звучит так себе? И возможно семечко сюда нужно? А, нет, точно, элементарно, Ватсон. Семечко кладем вот сюда, заливаем его водой. Нет, водой она уже залита. Че-то проросло. Стоп. Мы получили ядовитые семена. Это и есть секретный ингредиент, да? А, нет, я должен их перемолоть, скорее всего. Как раз таки вот в этой хреновине. Так, перемалываю. Панку должен поставить. Да. И получаем секретный ингредиент. Ядовитый порошок, чтобы отравить мистера оленя и извлечь из него мясо. А ну-ка, интересно. А, теперь добавляем табаско? Нет? Хм, а что дальше тогда мы должны сделать? Может быть вот сюда вот ядовитый порошок? А? Как вам такая идейка? Нет? А куда тогда ядовитый порошок вы хотите, чтобы я делал, если я не могу его добавить в напиток? Куда-нибудь сюда. Может быть ему вообще отдать? Он хочет кровавую мэри. Нет. Вот ты ж мудак такой. Вот даже мне деть ядовитый порошок. Я совсем отупел. Я не понимаю. Здесь я ничего собрать не могу. В этой комнате тоже. В этой тоже. И в этой. Может я еще что-то должен перемолоть туда? Спички. В воду, может быть? Я уже хрен знает. Нет. Нет. Вот явно что-то с вот этим нужно сделать. Как-то туда нужно добавить. А, вот. Боже мой. Нужно было вот прям ровно в центр кликнуть. Да вы издеваетесь. И мы получаем яд. Наконец-таки. Какой сложный уровень. Добавляем яд сюда. Теперь мы должны добавить туда табаско. Да? Добавляем сюда табаско. И готово. Наконец-таки. Держи. Подавись этим говном. Я тебя вскрою сейчас. Давай. До дна, мать твою. До дна. Давай. Пей. 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 Да пей, мать твою. Что ж ты не пьешь? Да что тебя не устраивает? Когда он уже откинется, сколько ему нужно яда выпить? Или я должен как-то по-определенному его травить? Так, он пьет. А, вот. Все. Начал помирать. И нож в печень никто не вечен. Мы получили мясо оленя. А мне не показали, как мы вскрыли оленя. Новый рассвет. Видимо, у нас начался второй день. Возвращаемся в файе. Тут нас ждет недовольный лемур. Нельзя посещать комнаты гостей днем. И, ребятки, сегодня мы выяснили, что отель Расти Лейка это адово сложная игрушка по сравнению с другими играми Расти Лейка. Либо же я из видео в видео деградирую. Такой вариант тоже можем рассматривать. Ну, а если вы хотите больше видео и желательно меньше деградации, то обязательно ставьте лайкосик под этот видосик. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Большое вам спасибо за то, что вы досмотрели ролик до этого момента. Вот таких людей... Два. Три. И... Увидимся.